В Тольяттинском краеведческом музее открылась выставка керамической скульптуры от Адама до Демона, тольяттинского дизайнера, скульптора и художника Анатолия Каштанова. Какой смысл скрывается за библейским названием, узнала моя коллега Наталья Корсакова. Я подход делаю с условием, что все у нас не вечно в плане течения, поэтому фактура здесь, она натреснутая с какими-то состаренными эффектами, и вот эта вот раздробленность ее говорит о нашем бытие, что ничто не вечно, но в то же время жить и любить надо сейчас, и все происходящее, оно как бы наша жизнь, которую сейчас ее надо ловить. Анатолий Каштанов – тольяттинский дизайнер, художник, скульптор. Выпускник Ленинградского высшего художественно-промышленного училища имени Мухиной. Работал художником-конструктором на ВАЗе в центре стиля вместе с Марком Демидовцевым. В настоящее время занимается автодизайном, а также изготавливает оригинальные скульптуры маски. На выставке представлены 14 скульптурных масок, выполненные из шамота. Шамот – это огнеупорная глина по параметрам, напоминающая камень. Вдохновляясь сценическими образами и лицами конкретных людей, скульптор придает форму своим оригинальным работам, отражая в твердой обожженной глине человеческие лица, их живые эмоции. Сама она называется угрозой. Ну, конечно, она не из-за того, что она угрожает, мне нравится, а потому что сама структура, сам цвет, вот эти все трещины, глаза в том числе, как видите, здесь они уже как бы присутствуют, хоть они и вырезаны. Вот, поэтому как-то она мне именно симпатизирует, именно из-за своей монументальности. Вызывает определенные эмоции, то есть есть какой-то эмоциональный от нее, скажем так, волна. Керамические маски позволяют увидеть путь, пройденный автором за последние три года. От создания символа Адама до монументального образа мятежного демона. Выставка будет работать в Тольяттинском краеведческом музее до 6 марта. Наталья Корсакова, Андрей Комиссаров, Новости Тольятти.